МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Открытый регион». И сегодня мы будем говорить о том, какие информационные технологии пришли в еще одну отрасль – транспортную отрасль Республики. Гости нашей студии сегодня – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Степанов и директор Республиканского навигационно-информационного центра Евгений Горбунов. Владимир Николаевич, в чем заключается открытость вашей отрасли? Работа Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики как и всех органов исполнительной власти нашей Республики основана на реализации указа президента Российской Федерации за номером 601 от 7 мая 2012 года о основных направлениях совершенствованной системы государственного управления. Все показатели и целевые индикаторы заложены в государственной программе развития транспортной системы Чувашской Республики на 2013-2020 годы, которая имеет следующие подпрограммы. Это автомобильные дороги, пассажирский транспорт, безопасность дорожного движения, развитие навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС, а также расширение использования газа как моторного топлива. Ну, наверное, вообще можно говорить о том, что первичная открытость у нас у всех начиналась с КАПРУ, да, с того, что сайты отраслевых министерств были достаточно прозрачны и в части контента, и в части коммуникации с населением, да? Вы совершенно правы. Это, прежде всего, наш сайт, где указана и расположена вся нормативная база, все новостные ленты, которые проходят в министерстве. А также есть баннеры всех подведомственных организаций Министерства дорожно-транспортного хозяйства, где тоже широкий спектр новостных и нормативно-правовых документов. Ну, активно пользуются? Вы замечаете, граждане активно пользуются сайтом вашего отраслевого министерства? Я считаю, что пользуются довольно активно, потому что есть и мы поступаем, поступает обращение граждан на основании той информации, которую они именно черпают с этих сайтов. Видимо, для простого обывателя, прежде всего, важно, как, не выходя из дома, можно купить билеты. Вот сейчас у нас уже начало есть, это же дорожный транспорт, это авиатранспорт, и вполне возможно, что будет… Вот открытость, да, открытость для простого человека, в первую очередь, такая простая технологичная покупка билетов. Все это, конечно, для специалистов, а вот как вот этот вот сегмент, наверное, он и дальше будет развиваться? Ну, к вопросу о сегментах. Какие базы данных существуют в отрасли, связанные с информационно-коммуникационными технологиями? На нашем сайте более 10 баз данных. Основным является реестр перевозчиков, осуществляющих перевозочную деятельность по регулярным автобусным маршрутам. Реестр предпринимателей, осуществляющих перевозку на легковом такси. Ну, это маршрутки наши, да? Или такси тоже? Это легковое такси, именно получивших разрешение на осуществление деятельности по перевозке багажа и пассажиров легковым такси. Также перечень маршрутов, по которым осуществляется бесплатная перевозка льготной категории граждан и пассажиров. Ну, фактически, это тоже весь транспорт, да? Это тоже, совершенно правильно. Ну, естественно, это расписание движения всех видов транспорта. Это авиа, ЖД, автомобильный и речной. Те данные, которые находятся на нашем портале, министерство, также находятся на портале открытых данных. Кроме этого, хочется отметить, что на нашем сайте вся информация по проведению конкурсов, по определению перевозчиков. Вот, кстати, это один из важнейших моментов открытости и в рамках борьбы с коррупцией, да? Чрезвычайно важно. Это дает какие-то результаты? Вы ощущаете это, как отраслевое министерство? Ощущаем, потому что сейчас, на данный момент, подаваемые заявки перевозчиками, индивидуальными предпринимателями, становятся очень качественными. И на один и тот же маршрут уже участвует по несколько перевозчиков, довольно сильных, потому что от этого выигрывает, прежде всего, пассажир. Это требование безопасности, качества, представления услуг. Это как раз как сверхзадача, да? То есть, получается, вот эта открытость, она важна не только мне, как гражданин-налогоплательщик, она важна вашему министерству, как институту, который управляет отраслью. И, естественно, все должно развиваться и совершенствоваться, да? И это очень хорошо. Ну и какой еще эффект, собственно, от вашей открытости наступает? И вот в результате проведения конкурсов и определения определенного набора критериев на нашем сайте есть такой подраздел, как обязательство перевозчиков. При осуществлении перевозок на данном маршруте, какие льготы дополнительные он устанавливает. Это можно зайти и посмотреть, допустим, по снижению до 10% стоимости проезда на данном маршруте. Перевозка льготной категории без ограничения места. То есть, данный перевозчик, когда представлял обязательства, он получил дополнительные баллы, чтобы выиграть и осуществлять перевозку на данном маршруте. Вот это вот очень интересно, особенно по снижению цены. Мне кажется, только глава республики пытался каким-то образом отрегулировать новочебоксарских перевозчиков, те, которые ездят в Чебоксары. Неужели были какие-то прецеденты на маршрутах внутри города? Ну, как правило, в этом направлении работа пока идет очень пассивная, поэтому я акцентирую на это внимание. При, значит, поступлении жалобы или несоблюдение перевозчика данных обязательств, Минтранс будет расторгать заключенные договора и будет проводиться повторный конкурс. Или есть там специальный алгоритм действий, значит, и будет допущен другой перевозчик на осуществление. Ну, наверное, в большей степени тогда это касается автобусных маршрутов между сельскими населенными пунктами, да? Ну, это в основном касается рентабельных маршрутов, которые осуществляет именно пригород Чебоксара-Новочебоксарск, там, где есть устойчивый пассажиропоток. И предприниматели, действительно, чтобы получить прибыли, довольно охотно воюют за этот маршрут. А вообще, Владимир Николаевич, чтобы телезрители и радиослушатели понимали, о каких объемах транспортных средств мы ведем речь, собственно, на территории Чувашьей Республики? Ну, регулярными перевозками занимается 138 перевозчиков, это порядка 3200 транспортных средств по перевозке пассажиров. Достаточно плотный поток транспорта, да? Ну, можно сказать, что... Ну, с учетом того, что мы же плотно населенная республика, да, это, наверное, тоже предполагает какие-то нагрузки. Анализируя общественное мнение разных источников, то, что удовлетворенность населением транспортными услугами, в принципе, это довольно плотно и удовлетворяет потребность населения. Мне кажется, что базы портала данных, они как бы имеют ценность не только для специалистов, транспортников или других каких-то контролирующих органов, но и для обывателей это тоже очень важная информация, где вот может любой гражданин, любой пассажир зайти на этот сайт и для себя извлечь очень много интересного. Владимир Николаевич, вот транспортный сегмент на едином портале государственных услуг. Это чрезвычайно важно как программная задача государства, да? Что это такое по линии в вашей отрасли? Министерство транспорта оказывает две услуги, но они довольно-таки важные. Это государственная услуга по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также по выдаче специального разрешения на проезд по дорогам республиканского значения и межмуниципальным дорогам, крупногабаритных, транспортных средств крупногабаритных и тяжеловесных. А вот уже это все абсолютно перешло в электронную плоскость или какие-то люди еще ходят и ножками, и ручками получают все эти документы? Эту услугу можно получить и МФЦ, значит, ряд граждан. В основном обращаются, если брать по перевозке транспортное средство, по перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов. По территории республики это в основном индивидуальные предприниматели и организации, перевозящие как строительные грузы, строительную технику, они обращаются по старой схеме, в основном путем подачи письменных заявлений. По такси уже перемена нам нравится, пошли обращения по электронному. А это касается, вот, например, если я какой-то там предприниматель из Подмосковья, повезу груз, я не знаю, куда-то там в Казань, должен проект по территории Чувашской республики, вот это в электронном виде, я могу такое получение разрешить, это же очень удобно. Ну, вот здесь одна тонкость, если груз идет по федеральной дороге, а у нас их М7 или А151, значит, он не пересекает республиканские дороги, то разрешение дает УПРДОГО. А, это расстояние только на наши республиканские дороги? Если груз идет только по республиканским дорогам и не пересекает магистрали, которые в федеральной дороге. Уважаемые гости, а вот давно-давно, когда начиналась развиваться портальная система в Чувашской республике, существовал транспортный портал. Лично я возлагала на него очень большие надежды, в том смысле, что я, наверное, там билеты буду прямо на нем покупать. Да, к сожалению, он закрылся, но какие задачи он решал и почему, собственно, закрылся? Будет ли что-то взамен? Это веяние времени. Действительно, в 2009 году был организован транспортный портал. Он включал в себя единый диспетчерский центр, который находился в ГУПЧР Чуваш-Транси, где можно было в онлайн-режиме посмотреть за передвижением автобусов, которые осуществляют регулярные перевозки. Ну, включал в себя, значит, такую информацию, как расписание движения. На сегодняшний день та информация есть на нашем официальном сайте Минтранса Чувашской республики. Режим онлайна также можно посмотреть на сайте ГУПЧР Чуваш-Транс по тем маршрутам, на которых он осуществляет перевозки. Что касается остальных всех маршрутов автобусных, то мы на сегодняшний день создаем оригинальную навигационную информационную систему. Оператором является ОАО «Орниц» Чувашской республики. И до 1 января 2015 года данная система, и мы сможем наблюдать за всеми пассажирскими автобусами, которые осуществляют перевозки на территории Чувашской республики. Ну, это вот уже вопрос переходит к вам. Действительно, ОАО «Орниц» создает сейчас сайт. Это будет фактически тот же портал, только с более мощной базой. В эту базу войдет 5 подсистем. Это автомобильные, это перевозки пассажиров, это перевозки школьников, это крупногабаритные опасные грузы, это система ЖКХ и система скорой экстренной медицинской помощи. Это обязательные базы, которые должны войти не только по требованию правительства Чувашской республики, а и требования Министерства транспорта Российской Федерации. Таким образом, у нас существует, в Чувашской республике, существует программа развития транспортного комплекса до 2020 года, где, значит, весь транспорт, мной перечисленных систем, должен в обязательном порядке мониториться в нашем предприятии. Я правильно понимаю, что сегодня, например, школьные автобусы это отсматривает или не отсматривает какие-то муниципалитеты? Ну, скорые помощи, вероятно, контролирует Министерство здравоохранения. А ЖКХ, не знаю, занимались этим системно или не системно, наблюдая свой транспорт, опять-таки, в слове ЖКХ это просто транспорт, который вот ходит, моет улицы, да, их машины чем-то еще там занимаются. А сегодня это все будет собрано в одной, в одной, в одной точке и будет иметься глобальный тотальный контроль. Да, так точно. Речь сейчас идет о создании диспетчерского центра, фактически, круглосуточного диспетчерского центра, который будет в системе онлайн отслеживать данный вид транспорта и при необходимости предпринимать какие-то меры. Значит, вот приведу простой пример. Значит, все школьные автобусы, у них есть кнопка экстренного вызова. Если, не дай бог, конечно, что-то случится, водитель нажимает кнопку экстренного вызова, диспетчер видит сразу у себя на мониторе, видит и слышит сигнал, имея географические координаты местоположения этого автобуса. И дальше действует по инструкции. Связь с водителем, если связь невозможна с водителем по громкой связи, значит, подключаются службы и идет реагирование уже каких-то служб. То же самое можем сказать и по обыкновенным перевозкам, где требования также у нас очень жесткие, где также при перевозке и на маршрутных такси, и на автобусах имеется также кнопка экстренного вызова. Вот сегодня она на маршрутных такси есть везде? Они сейчас есть, но... Не работают? Вот я езжу в маршрутке и неоднократно сталкивалась с такими прецедентами. Начинается конфликт внутри, между пассажирами. Возможно, сидит пьяный, да, и там достает, грубо говоря, каких-то женщин. И ситуация такая, вся маршрутка кричит, эй, водитель, остановись, давай мы его где-то там сейчас высадим. Правильно я понимаю, что вот отруливаемая система, она будет позволять просто к месту какому-то определенному подогнать полицейский какой-то там автобус? Ну, совершенно верно. Ну, это частные случаи. А вообще, конечно, будет создана нами под руководством Министерства транспорта Чувашьего исполнения, будет создана целая система. Не только контроля скоростного режима, контроля расписания, контроля количества автобусов на линии, а также и таких вот случаев из ряда вон выходящих, такие, как, значит, это и грубость, может быть, со стороны пассажиров, это, может, какие-то ситуации, которые, ну, нельзя запрограммировать, это, может быть, это и какие-то стихийные бедствия, это, может быть, где... Ну, ДТП, к несчастью, да? Да, ДТП, там, где необходимо вмешательство экстренных каких-то служб. Ну, на сегодняшний день такой портал мы создаем. Руководство Республики и руководство Российской Федерации выделило средства на эти цели. И уже у нас есть все, чтобы до 1 января уже этот портал запустить. Значит ли это, что все отраслевые министерства, муниципалитеты должны будут с вашим центром заключать какой-то особый договор на оказание такого рода услуг? Да. Наш портал, он, конечно, он и создан для всех, и для простого обывателя, но в основном это все же специализированная специализированная такая база данных. Эта система позволит, во-первых, видеть все в режиме онлайн, иметь обратную связь и обмениваться опытом. Да, и быть абсолютно открытым. Да, и быть абсолютно открытым и обмениваться опытом. Уважаемые гости, ну, ГЛОНАСС – это тоже такая новая технология и новая, наверное, эпоха в жизни россиян. Вот каким образом она у нас расположена и как мы ей пользуемся на территории республики? Внедрение ГЛОНАСС осуществляется в соответствии с 22-м федеральным законом о навигации. Я хочу отметить, что с 1 января 2013 года оснащение автомобилей, осуществляющих перевозку пассажиров, является обязательным, лицензионным требованием. И поэтому… Сегодня у нас нет ни одного автобуса, который возит людей, без этого инструмента. Для того, чтобы получить лицензию для осуществления перевозки пассажиров, необходимо оборудовать автомобиль спутником, наведением, прибором ГЛОНАСС. Это исключение холостых пробегов, отслеживание количества выполненных рейсов в оборотах в маршруте. И, естественно, это дал огромный толчок к получению дополнительных экономий на затраты по приобретению ГСМ. Ну, все, что я говорил выше, это как раз основано на этой системе, на ГЛОНАСС. И хочется добавить, что эта система делает ведь только первые шаги. Вообще потенциал системы огромен. А вот и телезрители, и радиослушатели наверняка в этот момент думают о том, что есть ведь какие-то системы GPS, ГЛОНАСС видит сверху, а GPS позволяет мне, как автомобилюбителю, на месте себя идентифицировать, подыскать какую-то улицу, как к ней лучше доехать, или я заблуждаюсь? ГЛОНАСС может выполнять те же самые функции, что GPS. Просто GPS – это система НАТО. Это как бы… А, то есть получается, что россияне вынуждены были вначале пользоваться какими-то американскими услугами, не нашими. Так точно, да. Но сейчас, с 2009 года, система ГЛОНАСС, наша российская система, набирает обороты. Уважаемые гости, а давайте подробнее расскажем про то, какие еще проекты есть, где используются информационно-конгрупционные технологии. Актуальной проблемой на сегодняшний день остается безопасность дорожного движения. В рамках программы «Безопасный город» осуществляется внедрение приборов видео- и фотофиксации, нарушения правил дорожного движения в нашей республике. В целях снижения аварийности в 2013 году 50 точек оборудованы приборами системы видео-фотофиксации. Это было во всей республике или это в столице начало такое пилот? Основные точки – это были города Чебоксар, Новочебоксарска, и также все аварийные опасные точки, которые нам предоставило ГИБДД Чувашской республики, также и по территории Чувашской У нас же по линии полиции было сокращение вот этих постов, которые действовали охлаждающие на нерадивых таких участников дорожного движения. Да, вот эти камеры, они как значительно повлияли на снижение опасных ситуаций? Да, действительно эффект есть, потому что в местах установки стационарных приборов нарушения видео-фотофиксации практически нарушения сведены к нулю, нарушения правил дорожного движения. Если брать цифры, то за 2013 год вынесено более 286 тысяч постановлений, если в суммарном выражении это 134 миллиона рублей. Данная работа продолжается. В республике также используются как стационарные, так и переносные приборы, видеофиксации нарушений. Это прежде всего скоростомеры, арена. Работа в данном направлении продолжается. До конца года мы оснастим еще 35 таких точек стационарными приборами видеофиксации. Это и на нарушение, превышение скорости, нарушение проезда перекрестков, пешеходных переходов. И это действительно позволит сократить существенно нарушение правил дорожного движения, снизить аварийность на наших дорогах. Ну, проект действительно чрезвычайно важный, потому что здесь речь идет не только о нерадивых пассажиров, которые бегают в неположенном месте, да. У нас очень высокий травматизм детский, как известно, особенно летом, да. Поэтому, конечно, камеры, камеры – это большое спасение. А вот в столице есть еще умные остановки. Мне очень нравится, возле того дома, где я живу, есть такой экран, и очень удобно смотреть, будет там скоро подъедет транспорт или нет. Насколько он широко распространен, и будут ли такие проекты, собственно, расширяться по территории республики? Ну, я имею в виду в первую очередь крупные города – наши Канаж, АлатР, там, Ядрин. Действительно, здесь город Чебоксары является пилотом. В 2013 году он оснастил 20 таких умных остановок. Сотрудничество было довольно плотным и со Сбербанком. В этом году еще 20 остановок в городе оснащены, стали умными. Эта работа и будет продолжена. В принципе, здесь другие муниципалитеты. Такие крупные города, как Канаж, Умерли, Новочебоксар, также должны взять пример на вооружение данное новшество. Оно создано для пассажиров, для удобства. Если я правильно понимаю, Чувашская республика – одна из первых в России вступила в такой эксперимент по новым технологиям внедрения электронных расчетов на транспорте, так называемый электронный кошелек, и первым из них была социальная карта. Да, совершенно верно. Эксперимент мы проводили совместно со Сбербанком России. И социальная карта, которая плавно перетекла сейчас в УЭК, в универсальную электронную карту, здесь, да, действительно, здесь Чуваши действительно сделало очень многое для российского этого проекта. И мы и сейчас по УЭК, которые, кстати, на транспорте, это как бы банковская карта УЭК, ну, универсальная электронная карта. Ну, мы постоянно говорим нашим телезрителям и радиослушателям о том, что, пожалуйста, получайте эту электронную карту, потому что она имеет очень много предложений, и не только Сбербанковских, да, и в том числе и транспортных. Да, и, значит, можно рассчитываться на транспорте. Мы сейчас как бы работаем в том направлении, что, значит, вот этот УЭК распространять не только на, как бы, общегражданские расчеты, а и на социальные. То это... Ну, вот уже обычные картины. Входишь в транспорт, и пенсионеры, они просто прикладывают свои какие-то там иногда чуть ли не сумочки и кошельки, да, к этой системе получения сигнала. В настоящее время... Это касается только пенсионеров? Нет, не только пенсионеров. Инвалидов в большой группе людей? Нет, нет. Есть социальная категория граждан, пользующих транспортом. Это пенсионеры, инвалиды, ветераны, люди, которым государство дало льготы. Также школьники, студенты. Кроме всего, это существует еще и гражданские проездные. И вот во всех, как бы, во всех перевозках этот электронный билет уже, как бы, есть. Проводим эксперимент по оплате обыкновенным сотовым телефоном. Значит, уже у нас... Это сотовый телефон уже действует на... На всем виде транспорта? На троллейбусах, на автобусах, на машинках? Нет, пока нет. Пилотный вариант здесь прошел. Значит, мы получили несколько билетов. Был факт, значит, проезда при помощи сотового телефона. Ну, то есть вы замерили пока технологическую способность это сделать, да? А когда это может стать массовым явлением? Ну, я думаю, что мы планировали, что с 1 июля уже будет массового применена. И текущего года, да? Да. Но проблема в том, что здесь дорогая оснастка. То есть нужно иметь достаточно дорогой телефон, чтобы он поддерживал систему инфиси. И это не для всех, как бы, приемлемо. Но, я думаю, все равно у нас очень продвинутая молодежь. Я думаю, для них это, как бы, станет... Ну, где-то в середине следующего года, я думаю, эта система себя широко зарекомендует. А вот когда-то, пару лет назад, на 62-м маршрутке города Чебоксары, я помню, тогда купила эту транспортную карточку, надеясь, что скоро эта карточка будет внедрена во всех маршрутках города Чебоксары, по крайней мере, да, где я активно передвигаюсь. И, к сожалению, тогда это все закрылось. И сегодня вот транспортники утверждают, что это есть в каждой маршрутке. Но я, честно говоря, перед нашей программой специально пыталась в каждой своей поездке спросить, могу ли я заплатить электронным кошельком своим, да, и мне все добросовестно отказывали. Что это? Сопротивление системы? До Нового года такие карты уже появятся и в маршрутках города и маршрутки города Чебоксар, а также Новочебоксарск, я скажу за Новочебоксарск, он 100% оснащен приборами. Уже активы? Да. Чебоксары в значительном большинстве в своем выигравшие конкурсы транспортные операторы обязались иметь такую систему. Хотелось бы добавить, во-первых, перевозки по льготным проездным билетам осуществляются как на городских маршрутах, так и пригородных, это до 50 километров. Перечень этих маршрутов, где осуществляется перевозка льготной категории граждан, он на официальном сайте у нас есть, это осуществляет в основном ГУПЧР, Чуваш, Автотранс, а в городских маршрутах, к тому же это троллейбусное управление. Хочется отметить, те перевозчики, которые обязались перевозить пассажиров при предъявлении карт, они должны это делать, так как при предъявлении карт перевозка у нас осуществляется на рубль дешевле. И поэтому… Это плюс для обывателя, но это минус для предпринимателя. Может быть, в этом подводные скрытые такие течения, блокирование этих вещей? Тут я с вами полностью согласен, но задача любого руководителя транспортного предприятия – это и безопасность, и удобство. Ну что ж, уважаемые телезрители, спасибо нашим гостям. Я надеюсь, что мы постарались объяснить и рассказать вам, каким образом информационные технологии вошли в транспортную отрасль республики. Конечно, это только начало, и мы все как обыватели, как потребители всех этих услуг будем надеяться, что система заработает наиболее качественно, да, и действительно мы очень многие вещи будем реализовывать достаточно быстро, доступно, и билеты покупать, не выходя из дома. И самое главное, действительно, это будет повышать нашу человеческую безопасность. Спасибо гостям студии и всего доброго нашим телезрителям и радиослушателям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова